Всем привет, ребятки, это я, Антоха Бустер, и вы смотрите очередной разбор работы моего ученика. Когда я смотрю из раза в раз подобную крутейшую работу, я могу сказать, что это даже уже не ученики, и приходят ко мне просто ребята, уже почти что сформировавшиеся в настоящих профессионалов, но запутавшись в определенных рабочих процессах, да, кому-то не хватает системного, поэтапного подхода, кто-то не понимает, как усилить свои конкретные какие-то навыки, и круто, что ребята находят те самые знания, за которыми они приходят. Можете здесь найти по подсказочке плейлист, а если не нашли, то здесь под роликом вы найдете ссылочки тоже крутых работ. Давайте смотреть работу Алексея. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как будто бы логика ясна мне, то есть хотелось в принципе выдержать стилистику и умышленно подговнить характер звука, и это вроде как получилось, и создать какой-то эффект, что ли, сна, сомнобулизма какого-то, но вопрос, что здесь все равно как бы нарушается эта логика за счет того, что местами все равно ты раскрываешь звук, делаешь погружение в живой звук какой-то, в происходящее, и вот непонятно. То есть это либо как будто ты не доделал все-таки, да, ну где-то поленился, либо не увидел, либо не захотел делать, либо следовал логике, но ее сам же и нарушал. Объясняю, про что я имею ввиду, то есть Больше, да, акцент какой-то на синтовую историю вначале, умышленно, ну типа такую грязную. Вроде я слышу, да, здесь есть у нас живой звук, вроде как лопасти. Но они спрятаны настолько за вот эту основную синтовую историю, текстуру. И как будто бы даже на фоне вот этой истории все равно те звуки, которые есть, нужно вытягивать, вытягивать и делать более ярко выраженным, потому что как ни крути, все равно это трейлер к игре, да, скорее всего какой-то очень старый, но возможно ты ориентировался даже на старый вот этот звук трейлера. Но тут ключевой момент работает или нет, то есть погружение, и оно теряется, тот эффект, который ты пытаешься создать, он все равно плохо читается, понимаешь, за счет того, что мало читаемые звуки. Здесь все прекрасно. Да, у тебя то есть есть общая синтовая какая-то история, какие-то UI звуки, которые, между прочим, очень ярко выраженные, но по информативности как будто бы они не настолько важны здесь. То есть ты им вот этим пиком, пилюкам больше уделял времени, получается, чем ключевым звукам сцены. Ну то есть гильзы плохо читаются, да, вот эти моменты, которые хочется расслышать. Вот здесь в кабине круче даже звук слышится, ну как-то воспринимается проработан, чем снаружи, хотя вроде по сути, ну та же у тебя двигатель пролетел, но сделали ты такой тоже плотный звук, как здесь. Вот ты там зажал, да, по физике восприятие из кабины звук там туда-сюда, но камон, типа мы делаем все-таки тогда по определенным каким-то правилам, или все-таки так, как получается. Опять же, там местами, конечно, где-то недоделан, здесь сигнал у него сразу видно, акцент, это хочется сразу. Ну то есть какие-то огонь, взрывы, все это как будто бы умышленно спрятано, потому что много всего делать, и возможно где-то были сложности, и ты решил прибегнуть к такому решению. Где-то огонь, где-то какие-то детальки, где-то пропеллеров не слышно, не хватает. Вот, более масштабные сцены, конечно, они должны сразу чувствоваться, но все-таки, как ни крути, это баталия с воздушными суднами, которые нужно прочувствовать. Нужно прочувствовать мощь и их массу, скажем так, да, то есть это как делать, ну соответственно, пропеллеры, дистанция, двигатели. А мы это как будто слышим, ну а зачем тогда аккуратно это делать, чтобы это прислушиваться, ну не знаю, сомнительно. То есть нет ощущения перехода. По логике, смотри, делаешь пневматику сбрасывания бомбы. Почему пневматика звучит тогда, а пропеллеры не звучат? То есть вот этот Это пропеллеры, получается. Если это они, ну как будто это дрон какая-то, текстура на самом деле не чувствуется. Какой-то низкой составляющей, не чувствуется эффекта присутствия, там, лопасти. Почему здесь тогда не раскрылось, опять же, зажатым вот этим звуком плохим, как ты его тут спозиционировал? Почему здесь тогда верхочастотный и среднечастотный хлопок слышно? А должно быть, по идее, все спрятано и вообще сабово, если полностью ты выдерживаешь стиль и частотный, и по качеству. Непонятно. Ну то есть гуляешь, гуляешь, стилистику пытаешься выдерживать, но не до конца вроде как понимаешь. Смотри, как проще это делается. В общем, какой фидбэк дать? Сначала все делается максимально круто, а потом уже умышленно портится, скажем так. И в таком случае тебе самому проще будет понимать, на что можно сделать акцент, где чуть выделить, да, где полностью задавить, потому что информативно это не будет сильно играть роль, где, допустим, добавить какую-то новую подложку, ты сразу понимаешь, да, текстурную, там, звуковую. Вот. И в таком контексте, да, вот так и делается, выдерживается стиль. В принципе, работа имеет место быть, но, на мой взгляд, с ней есть где поработать, и достаточно много, что нужно тут сделать. Вот. Смотри сам. Если вы видите эту работу, значит, работу разрешили выложить. Напишите в комментариях, что вы думаете, но я уверен, что Алексей возьмет конструктивно, оценит все эти замечания и доработает ее. Потому что, если это показывать как сильный, действительно, инструмент для привлечения клиента, либо рекомендации себя как работника в студию на игровые какие-то проекты, стилистические даже, подходящие вот как портфолио и студия, которая делает подобное, это будет максимально крутая, сильная работа, если до конца проработать стилистику всю, да, то есть будет разница балансов, они все в одной вот этой, где-то спрятанной. Вроде что-то выделил ты, да, какие-то там юайки. Но, смотри, обязательно, что нужно для ребят, кто делает игры вообще. Нужно четко понимать, если ты выдерживаешь стиль, окей, ты молодец, ты понимаешь, да, но звук-то как оценить? Ты максимально это все спрятал, максимально все в одном уровне, баланса нет. Разницы какой-то, да, происходящего в картине не чувствуется, нет погружения. Частотно где-то что-то проседает, где-то что-то наоборот вылезает. Вот эти моменты, они сразу читаются, и поэтому работа пока тяжело оценивать, ее нужно доделывать обязательно. Смотри сам, ну, мой совет тебе погрузиться, вот, пробежаться по всем этим правкам, и в таком ключе, если ты доделаешь, то тогда это будет сильная работа под конкретные стилистические проекты, и достаточно будет ее одной показывать, говорить, вот, смотрите, здесь мои все сильные стороны, я понимаю, как работать с такими проектами. Так что, вот такие дела, пишите в комментариях, как вам работа, и обязательно подписывайтесь на Telegram, там вся информация, которая происходит. А кто, кстати, интересуется звуком и хочет так же развиваться, но не горит желанием учиться у меня, я все понимаю, можете переходить в нашу комьюнити, Booster Sound Academy, там нет никакой рекламы, нет навязывания там купи и так далее. Там просто комьюнити, где мы, такие же ребята из звуковой индустрии, смотрим что-то, разбираем, общаемся, какие-то отдельные темы создаем, развиваем нашу индустрию и уровень наших специалистов. Очень важная, на мой взгляд, эта затея, поэтому поддержи, вступай. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok